Всем привет! Сегодня продолжаем уроки по сканам. Сегодня наш 9 урок по сканерам. В прошлый раз я говорила про то, что у нас появляется эффект муар, если мы вдруг печатную нашу продукцию отсканировали и послали снова на печать. Получается, что у нас одна была ростовая сетка. Когда мы кинули на принтер еще раз нашу картинку, то мы получили еще одну ростовую сетку. У нас получился такой эффект муар и получилось, что наш цвет исказился очень сильно. У нас эта картинка отсканирована в 300 dpi, эта картинка отсканирована в 1200 dpi, а потом мы эту картинку послали на печать и получилась вот такая картинка. Чтобы этого не произошло, нам нужно как-то эту ростовую сетку убрать, как-то от нее избавиться. При этом сосканировать нашу картинку в большом формате, потому что если мы в формате разрешения 300 dpi сканируем, то у нас эта картинка получается нечетная, она будет не такая крутая, как бы нам хотелось. Есть вариант, как мы можем сканировать в большом разрешении картинку, при этом вот эту ростовую сетку убрать. Есть функции в сканерах некоторых, крутых сканерах конечно же, там бросается сразу в глаза такая функция, как нечеткая маска. Эта нечеткая маска кажется, что это как раз именно то, что нам нужно, потому что как бы она якобы делает, кажется, что нам делает нечеткость, на самом деле она делает наоборот все более четенькая. То есть, допустим, вот это у нас формат 1200 dpi, а это у нас формат 1200 dpi с нечеткой маской. Сейчас я еще раз покажу ее. Вот это у нас 1200 dpi наших, а это с нечеткой маской. То есть, как видите, наши ростовые пунктики стали гораздо более четкими, прям их прям отдельный, чуть ли не отдельный пункт их видно. Допустим, когда мы просто 1200 dpi сделали, она как-то все-таки как-то более размыто сделала, а здесь прям как ярко, контрастность, резкость там повысилась такая сильная, да. То есть, вот эта нечеткая маска, это не то, что нам нужно. Функция, которая нам нужна, она называется растрирование. На сканере, который я тогда пользовалась, это был сканер Canon, нет не Canon, Epson GT и 20 тысяч, там растрирование, эта функция поддерживалась только при разрешении 600 dpi, то есть, при разрешении 300 dpi, растрирование сделать было невозможно. Поэтому я сначала сканировала это дело в 600 dpi просто-напросто, чтобы показать вам как-то выглядело. То есть, вот так вот выглядит картинка при сканировании просто 600 dpi, а вот так это дело выглядит, когда мы кликаем галочку растрирование. То есть, как видите, он нашу растровую сетку, он ее смазал, размазал так, чтобы она стала одним сплошным цветом. И в принципе, он справился с этим делом очень хорошо. То есть, цвет, который мы видим на экране, очень похож на наш оригинальный цвет. Если мы вот такую картинку сейчас пошлем на принтер, то он уже не сделает такую ошибку, как у нас было до этого. То есть, у нас было до этого вот такой вот желтый результат. И если мы вот такую картинку пошлем на принтер, то он уже такого желтого результат нам не даст. То есть, уже как бы эффект мы убрали. Вот этот муар эффект мы убрали по помощи того, что мы просто нажали одну галочку на нашем сканере и все стало прекрасно. Единственное, что когда мы делаем мангу, мы все-таки мангой занимаемся, то данный способ нам как-то не особо помогает. Потому что, когда мы нажмем кнопочку растрирования, будем сканировать нашу мангу черно-белую, и мы нажмем там растрирование, то наши все скрин-тоны, они смешаются в один серый цвет и получится уже не скрин-тон, а просто-напросто какие-то оттенки серого. Поэтому, что можно сделать против эффекта муара в манге, об этом расскажу в другом видео. Плюс ко всему расскажу еще отдельное видео, сделаю про муар. Да, я точно делаю отдельное видео про муар. И там расскажу более подробно, какие у нас эффекты муара происходят, когда мы читаем мангу в интернете. То есть, вот это вот все, что было только что до этого, это все как бы больше относится к печатной продукции, а мы мангу нашу повторно не печатаем. Я надеюсь, что вы этого дела не делаете. Повторно печатать можно только ту мангу, которую вы официально купили лицензию и официально переводите ее на тот или иной язык. На этом пока что все. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok